29 июня ревтинский операция спасения в общем садках всегда есть рыбка не листится садки вот десятый все что местная ихтиофауна есть она вся не листится все что зашло в садки здесь вырастает принципе поэтому нам нужен был судачок на зарубление одного из карьеров где выращивается форель там карась есть поэтому нам надо его убрать для этого есть мужчина у нас поднимать садки да сад возьми у нее крючки ну вот немножко тут отобрали судачка покажу костыльков потому что чтоб чебак ничего такого карась не попадала там это и так сорняк не нужен поэтому отобрали саша карман не делай ты назад отойди наоборот вот так все вот он судачок сейчас мы его заберем в пакеты запакуем и повезем на карьер вот наш секретный водоемчик но локацию говорить не буду потому что задолбает нам эти рыбаки у нас же чуть что попало так сразу надо выдолбить обязательно айда сюда с удачка мы поймали в этих в наших садках на теплом участке сейчас вот на холодном здесь карасики всякие и все так карасик а вот она плывет вот вот это все надо немножко держать везде потому что нет хищника это опасно вспышки заболевания различные тоже их тефтериоз аргулез будет на рыбе сидеть на ослабленной все надо съедать вот он вот он это завалился куда-то забежал так ставь живые вот у нас температура 32 градуса здесь 17 все раскрывая воды просто хапаем все немножечко сейчас сделаем переход опасный момент а набирай набирай нафиг тирис судак немножко не тот хищник он пилогически здесь в основном карась по чебака окуня такого ничего не видели но на стадии личинки он маленько пожрет давай давай я поддержу следующий открывать они будут стоять на стадии личинки он покушает поэтому пойдет хоть так маленечко порядок наведем вот маленько будем держать вот даем в чистоте заварился да маленько на 32 куда смеяться хоть и ехали вроде как но все равно вообще конечно для карасика нужна щука на щуку запускать водоем опасно поэтому лучше запускать все-таки судака более контролируемых щука это все потом здесь потом ничему жить нельзя будет вообще в принципе вот они маленько подзавалились конечно ну чё-то останется живо живые есть ну давай вывалим да и все я думаю не завалится а там пошел судачечек пошел давай родной давай золото наше делай делай как надо вот так вот так вот пошел 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 ну окунь главное сварился да а судак ничего он пошел пошел все все готовимся к отгрузке форели все вот почему еще лучше все таки судак потому что он контролируем и более-менее у него глотка узкая то есть не форель ничего такое более-менее что по не знаю начнешь там зарублять карпа или еще что-то он не будет поедать глотка узкая у щуки водка широкая поэтому опасно контроля за ними нету никакой поэтому при выборе хищника лучше всегда выбирать судака условие если водоем зимует особенно щука больше держит там заморных явлений но все равно здесь судаку будет самое то у него здесь найдет все место для нереста будь чистота порядок но мы зарублялись к чему я почему именно судака то выбор пал потому что зарубляли водоем был 800 гектар я уж давно рассказывал на всех формах наверно водоем был 800 гектар выращивали карпа и сиговых карп еще раз более-менее сигалы вообще практически выхода не давали потому что сорняк этот чебак окунь плотва ну вот красноперка сорняк и логически он биомассы был огромный его то есть могли за осень заготовили там 50 60 все Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok